Нейтронная звезда Что батарейка энергайзер С помощью них можно перегрузить свой ФСД И прыгать гораздо дальше То есть вплоть до 4 раз дальше Причем топливо за это вы не потратите Заметно больше Что ж, давайте начнем с простого, а именно с простройки маршрута Когда вы прокладываете себе маршрут Не забывайте ставить точку напротив реактивного форсажа Это есть как раз таки использование маршрута Через нейтронные звезды Ускорение ФСД не трогайте Оно нужно в том случае, когда вы пытаетесь Вручную перегрузить свой ФСД С помощью ресурсов На самом деле мероприятие Крайне дорогое, невыгодное Потому что оно единоразовое То есть вы один раз потратили ресурсы И один раз прыгнули Может быть со временем я наформлю эти ресурсы в большом количестве Или где-нибудь накуплю Но так как у меня их пока что нет Если нет у вас, то просто ускорение ФСД не используйте А вот реактивный форсаж, пожалуйста Теперь уже давайте перейдем к самой сути Как именно заряжаться от нейтронных звезд А тут все просто Большого ума не надо Как видите, от центральной части в сторону уходят два джета Ваша задача пролететь на небольшой скорости сквозь него До тех пор, пока у вас справа в информационной панели Не засветится надпись ФСД перегружен Самое сложное заключается в том, что вас начинает мотать во все стороны И скажем так, если есть нейтронки более спокойные Которые и, скажем так, увеличивают дальность прыжка не так сильно То есть вот такие вот дьяволы Которые могут размотать вас направо и налево Потому что на самом деле, кроме того, что вас крутят как у горелых Так у вас еще и разрушается корабль при этом Плюс, я так предполагаю Возможно, это мои догадки Может быть, поправьте меня в комментариях Но В центр этой херни я бы, наверное, лететь не советовал Потому что, думаю, чем ближе вы будете находиться к самой звезде Тем сильнее будет штормить вот в этом джете Соответственно, тем сложнее будет из него вылететь И тем быстрее ваш корабль разнесет на запчасти Так что, ребят, вот таким вот нехитрым способом Вы можете перемещаться гораздо дальше Самое главное, только не забывайте заправляться Иногда может случиться такая ситуация Что вы останетесь совсем без топлива И прыгать куда-то далеко вы просто банально не сможете Тогда уже придется переключаться на какие-нибудь выгодные маршруты Прыгать по близлежащим звездам Искать себе солнце Нормальное солнце, которое, скажем так, зарядит вас И потом уже опять приниматься к дальним прыжкам Ну, а на этом пока что, ребят, все Если для вас это видео было полезным Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео А также стримы Играйте, ребят, только в хорошие игры Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok